МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Курганру в студии Елена Шевкунова. В Курганском городском суде завершено рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника управления МВД России по Курганской области Игоря Решетникова. 19 апреля ему был вынесен приговор. Бывший главный полицейский за Урали осужден на три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, суд постановил взыскать с него штора в размере 14 миллионов 185 тысяч рублей. Напомню, что Игорь Решетников обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он в личных целях использовал принадлежащий областному УМВД лечебно-реабилитационный центр Болгинцева. Вместо того, чтобы проводить там лечение полицейских, вернувшихся из горячих точек, Решетников проживал в центре с семьей, встречался с друзьями и устраивал банкеты. При этом содержание реабилитационного центра, включая охрану, уборщиц, покупку продуктов питания, мебели и битовой техники, оплачивалось из средств федерального бюджета. В общей сложности, по версии следствия, нецелевое расходование превысило 12 миллионов рублей. Второе инкриминируемое Игорь Решетникову преступление касалось Центра кинологической службы УМВД. Одна из курганских фирм должна была подготовить по государственному контракту проект центра, но не выполнила его. Зная это, Игорь Решетников все-таки подписал акты сдачи приемки выполненных работ, после чего фирме необоснованно выплатили из средств федерального бюджета 2 миллиона рублей. Однако по этому пункту обвинений бывший начальник УМВД был амнистирован. В ходе рассмотрения уголовного дела Игорь Решетников свою вину не признавал. После оглашения приговора он заявил, что будет его обжаловать. Буду краток. С приговором, конечно, я не соглашусь и воспользуюсь правом апелляционного обжалования, которое будет установлено на сроке, подано в Курганский областной суд. Будет принято решение областного суда, а дальше свои действия уже буду в соответствии с этим решением принимать. Спасибо. Василий Сысуев, Николай Волков, Вадим Бутаков, Александр Карпов, информационное агентство Курган.ру. Им впору строить ковчег. Жителям поселка Смолино не позавидуешь. Буквально через неделю их может снова отрезать от города водой. На месте событий побывал мой коллега Михаил Котельников. На данный момент жителям поселка Смолино ничего не угрожает. Однако буквально через неделю люди ожидают подтопления и поселок начнет плыть. Вдоль дороги в поселок из города уже скапливается вода. На дорогу она пока не заходит, но с каждым днем жильцам становится все тревожнее. Вовсю идет подготовка к паводку. А лучше некуда готовить. Все подготовили уже. Вода есть вода. Она не говорит, сколько придет, когда придет. Подтопление начнет, она уйдет к концу месяца, через неделю. Все будет затоплено. Если только заливает, если как в 94-м году вода будет, то вон на Косогору уйдет вода. Останется пяток десяток домов. Из ямы уже картошку вытащили, убрали. И наводнение, то есть здесь уже не впервые, и нужно с этим что-то делать. Люди, особенно, которые страдают по краям улицы, ничем не помогают. То есть никакой даже благотворительности не осуществляется. Людей топят и из года в год делают ремонт за свой счет. В первую очередь нужно позаботиться о мебели, вывести ее, то есть самое необходимое при себе иметь, то есть документы. Ну и заранее подготовить место, куда в прибытии воды можно будет остановиться, то есть на время паводка. Практически в это же время, годом ранее, уровень Табола достиг отметки 676 сантиметров. Поселок Смолино тогда оказался отрезан от областного центра. Жители доставлялись в дома на амфибии. Но на самом деле воды пока немного, но уже невооруженным глазом видно, что она начинает прибывать. На данный момент уровень воды достиг 420 сантиметров. Но это не говорит о том, что наводнение будет не таким значительным. Произойти может все, что угодно. Необходимо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Михаил Котельников, Дмитрий Тихонов, Лидия Кыгроцова, информационное агентство «Курган.ру». В четверг, 20 апреля с 16 до 17 часов в правительстве Курганской области пройдет горячая телефонная линия. На этот раз темой станет социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны. На вопросы граждан ответит начальник главного управления социальной защиты населения Вера Демина. Горячая линия запланирована значительно раньше праздника Великой Победы, чтобы успеть ответить на все обращения ветеранов и их близких и оказать необходимую помощь, если это потребуется. Вера Демина готова ответить на вопросы по телефону в городе Кургане. Код города 3522, телефон 429191. Растущих доходов в Курганской области все же не хватило на исполнение всех обязательств. О позиции Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации на этот счет и почему региону предстоит отстаивать право на государственный кредит нашему агентству рассказала сенатор Елена Перминова. Ставка по государственному кредиту льготная и составляет 0,1%. Но Курганская область должна еще и выплачивать обязательства по коммерческим кредитам. Меня беспокоит то, что в этом году, по итогам 2016 года, Курганская область, к сожалению, попала в список 16 регионов Российской Федерации, которые не выполнили условия соглашения, подписанные с Министерством финансов на получение этих бюджетных кредитов. В понедельник на заседании нашего бюджетного комитета, было расширено заседание бюджетного комитета, мы как раз приглашали заместителя министра финансов Горнина Леонида Владимировича, директора департамента межбюджетных отношений Министерства финансов Юрошкина Ларису Александровну, и еще раз с ними обсуждали вот те, на мой взгляд, очень жесткие условия, которые прописаны в этом соглашении. У Министерства финансов позиция на этот счет категоричная. 57 субъектов справились, 16 регионов не справились. Можно было не подписывать такие соглашения. Это подход совершенно негосударственный. Не подписывать это соглашение и не получать бюджетных кредитов Курганская область просто не имела права. Нам эти деньги были необходимы для того, чтобы своевременно выплачивать заработную плату, своевременно выплачивать какие-то социальные пособия, достраивать те детские сады, которые мы должны были достраивать. И вот это было как раз и указано заместителем министра финансов, что так разговаривать с регионами нельзя. Этот разговор продолжился на заседании трехсторонней комиссии в Министерстве финансов. Распределялось 37 миллиардов рублей бюджетных кредитов как раз только тем регионам, которые выполнили соглашение. Но 16 регионов не справились не потому, что неграмотное управление общественными финансами. Дело в том, что конкретно у Курганской области низкая бюджетная обеспеченность и лишних обязательств в бюджете не прописано. Мы выполняем ровно те обязательства, которые возложены на нас федеральным законодательством. И следует отметить то, что у нас и темпы роста по собственным доходам очень высокие получились по 2016 году. У нас где-то в целом собственные доходы выросли на 18% к уровню прошлого года. Очень хорошие показатели дали такие доходные источники, как налог на прибыль 180%, налог на доходы физических лиц, акцизы, налог на имущество. Вот все, что касается налоговых доходов, везде у нас есть рост. Но все равно у нас недостаточно налоговый потенциал. И даже растущих доходов не хватило на исполнение всех обязательств. Позиция Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации на этот счет была жесткой. Мы не будем подписываться, соглашаться с распределением этих 35 миллиардов, пока министерство финансов не скажет, как они будут действовать по нашему субъекту, в частности по нашей Курганской области. На что министр финансов на мой вопрос сказал, что да, мы понимаем сложную ситуацию в этих регионах, мы будем с ними работать индивидуально. А после 10 мая, когда будут подведены все итоги окончательно, представители регионов будут приглашены на собеседование. Сенатор высказала надежду, что Курганская область отстоит свою позицию и кредит будет рефинансирован на 90%. Светлана Епифанова, Ульяна Чепала, Андрей Бахарев, информационное агентство «Курган.ру». Скажи, коррупции нет. В прокуратуре обсудили вопросы коррупционных преступлений в сфере расходования бюджетных средств. Подробности узнаем в сюжете нашего корреспондента. Ежегодно на территории Курганской области совершаются операции, связанных с проведением аукционных конкурсных программ на сумму 16 млрд. рублей. В прокуратуре Курганской области провели круглый стол, на котором обсудили вопросы о противодействии коррупционным преступлениям в сфере расходования бюджетных денежных средств. Только за прошлый год количество выявленных преступлений исчисляется сотнями. На территории нашего региона в прошлом году органы правоохраны выявлено более 400 преступлений коррупционной направленности. Сумма причиненного ущерба превысила более 43 млн. рублей. К уголовной ответственности привлечено 104 виновных лица. Из общего массива принятых уголовно-правых мер основная часть их связана с расходованием бюджетных средств. Противоправные действия в сфере госзакупок совершаются вопреки интересам государства и направлены на извлечение личной выгоды конкретных должностных или аффилированных лиц. Допускаемые нарушения приводятся к финансовым качественным потерям и влияют на уровень доверия гражданам к государственным структурам. В результате контрольной деятельности в контрольной счетной палаты выявляются определенные нарушения, такие как неправомерные расходы, неэффективные расходы, прочие расходы, связанные с нарушением в день в обладательского учета, но и являются на сегодняшний день наиболее типичными. Участниками было отмечено, что противодействие коррупции в обществе не может сводиться только к привлечению ответственности лиц, виновных в нарушениях. Необходима система мер, в том числе и образовательных, воспитательных и исследовательских, которые будут направлены на предупреждение коррупции, устранение причин ее порождающих. Одна из таких мер – независимая оценка качества услуг. Один раз в три года каждая больница, школа, либо какая-то другая организация, которая находится на бюджете, должна пройти общественную экспертизу. Участники «Круглого стола» решили работать совместно. Для того, чтобы коррупции в регионе стало меньше, необходимо оперативно обмениваться информацией о подобных преступлениях общественникам и силовым структурам. Екатерина Юшина, Вадим Бутаков, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». Доступность услуг. Более 90% зауральцев имеет возможность воспользоваться государственными и муниципальными услугами по принципу одного окна в многофункциональных центрах. Подробности знает мой коллега Михаил Котельников. В Курганской области реализован федеральный проект по организации МФЦ для бизнеса. Специальные окна, которые работают исключительно с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Заместитель губернатора Вадим Шумков заявил на совещании, что правительство области намерено сделать все возможное, чтобы жители Зауралья получали услуги МФЦ в комфортных условиях. В настоящее время действует и ведется прием граждан в 27 отделах ГБУ МФЦ, предоставляющих государственные и муниципальные услуги. Всего организовано по количеству 212 окон приема граждан. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна, по месту пребывания составляет 90,76%. Важность этого отметил и губернатор Алексей Кокорин. Он попросил держать вопрос на контроле и докладывать о ситуации. В настоящее время в Курганской области переведены в электронный вид на портале госуслуг 138 государственных и 85 муниципальных услуг. Реализована возможность получения в электронном виде таких социально значимых массовых услуг, как запись в детские сады и школы на прием к врачу. По данным Министерства связи и массовых коммуникаций России, на начало марта 2017 года на портале госуслуг зарегистрировалось более 221 тысячи жителей Курганской области. Михаил Котельников, Вадим Бутыков, Александр Карпов, информационное агентство Курган.ру. В Кургане идет подготовка к реализации проекта «Единой России. Комфортная городская среда». Какие дворы и общественные зоны первыми получат финансирование, узнаете далее. Государство уделяет большое внимание созданию комфортных условий для проживания россиян. На реализацию проекта «Комфортная городская среда» федеральный бюджет выделил 28 миллиардов рублей. На Курганскую область всего по этому проекту будет более 190 миллионов рублей, где-то 192 миллиона и порядка 92 миллионов попадет на город Курган. Две трети средств направят на благоустройство дворов, еще одну треть на обустройство парков и скверов. На сегодняшний день это надлежащим образом оформлено более 60 заявок по дворам. Мы ожидаем, что этот показатель приблизится к 100. На благоустройство мест общественного назначения поступило более 20 заявок. «Скейтплощадка ЦПКО, скверу памятника Тимофею Невежина, Рябковский сквер, улица Перова, 16-18, по улице Карла Маркса, так предполагаемое название сквер шахматистов, памятник Теренде Семеновичу Мальцеву в Заозерном микрорайоне, скверу Дайка Горького, это пересечение Дзержинского и Сержемского улицы, гостевой маршрут улицы Половинская, 14, ну и еще ряд объектов». Для выбора объектов, которые получают финансирование, в этом году было проведено народное голосование. Его участниками стали порядка 20 тысяч курганцев. «Жители были очень активны, голосование проводилось различных форм. Это было интернет-голосование, было голосование путем обычных купончиков, которые были напечатаны в Курганской газете «Курганы-курганцы». Также голоса принимались по телефону». Голоса подсчитала городская общественная комиссия. «До 3 мая по городу Курган идет обсуждение, идет прием заявок, и потом в течение двух дней будет проведено обсуждение, потом объявлены конкурсы, и, соответственно, до 1 октября задача проект реализовать в этом году». Василий Сысуев, Николай Волков, Дмитрий Тихонов и Лидия Кайгородцева. Информационное агентство «Курган.ру». 389 золотых, 377 серебряных и 345 бронзовых. Именно столько медалей за прошлый год завоевали зауральские спортсмены на межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях. Финансирование зауральского спорта каждый год растет. Вместе с ним растут и результаты наших спортсменов. «За 2016 год на межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях спортсменами Курганской области завоевано 1111 медалей. Это на 281 медаль больше по сравнению с 2015 годом. В том числе 389 золотых, 377 серебряных и 345 бронзовых наград». Сельские спортсмены из Зауралия успешно выступили на всероссийских зимних сельских спортивных играх. Они стали победителями в своей группе и заняли среди всех регионов итоговое четвертое место. «В состав сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта входят более 50 представителей Курганской области». Министерство спорта определило базовые для Курганской области виды спорта. Ими стали бокс, легкая атлетика, самбо, тэквондо, пулевая и стендовая стрельба, тяжелая атлетика, спортивная борьба и биатлон. «Всего, начиная с 2011 года, по настоящее время, бюджету Курганской области на развитие базовых видов спорта из средств федерального бюджета было направлено почти 30 миллионов рублей». Достижения высоких результатов обеспечивают не только упорные тренировки спортсменов, но и самоотверженный труд их наставников. Сколько они получают? «Среднее значение заработной платы тренерского состава спортивных школ в Курганской области по итогам 2016 года составило 19 350 рублей, что соответствует утвержденной в Курганской области дорожной карте». Заработная плата зависит от квалификации тренера и уровня решаемых им задач. «Так, средняя зарплата тренеров, работающих на начальных этапах спортивной подготовки, колеблется в диапазоне 9-12 тысяч рублей. Средняя зарплата тренеров, осуществляющих подготовку кандидатов и членов сборных команд Курганской области, составляет около 25 тысяч рублей. И зарплата тренеров, работающих на высших этапах спортивной подготовки, прежде всего с кандидатами и членами сборной команды России, составляет от 30 до 40 тысяч рублей». Губернатор Курганской области поставил перед спортивным управлением задачу. «Нужно сделать таким образом, чтобы те деньги, которые выделяются, в первую очередь, конечно, все индикаторы должны своевременно выполняться, и нареканий со стороны спортивной общественности просто-напросто не должно быть». Елена Шевкунова, Николай Волков, Вадим Бутаков, Лидия Икагородцева, информационное агентство «Курган.ру». Где работает корреспондент, чем занимается режиссер, как создаются новости? Об этом и не только рассказали школьникам специалисты «Курган.ру». Об экскурсии продолжит Василий Сысуев. «Познакомиться с закулисьем телекомпании и узнать, что же находится за кадром, интересно многим. Не только взрослые, но и дети хотят узнать о мире телевидения больше. Посмотреть на внутреннюю кухню профессии удалось первоклашкам из Курганской гимназии номер 47. Познавательную экскурсию для детей провели специалисты информационного агентства «Курган.ру». Юным умам рассказали о всех тонкостях и особенностях работы в этой сфере. Также ребятам продемонстрировали виртуальную комнату, где снимают новости и прогноз погоды. И даже дали попробовать себя в роли ведущих. «Я узнала сегодня, как снимают, и все показывают, как снимали. И за игрушку мы снимали, и видела, как наши делали». Детей познакомили с работой корреспондентов и режиссера. Такое введение специальностей для малышеклассников проходит в рамках недели науки. В течение этого времени ребятам стараются показать основы разнообразных профессий и специальностей. «Сейчас у нас идет неделя науки, и мы ходим в разные музеи, библиотеки. А вот к вам это действительно удача, мы пришли, и действительно очень интересно. И даже в целях профориентации, может быть, кому-то очень западет в душу, и действительно они захотят прийти работать именно связано с созданием передач». Информационное агентство «Курган.ру» помогло ребятам приоткрыть тайну того, что остается за кадром, и заинтересовать будущее поколение этой творческой профессией. Василий Сысуев, Вадим Бутаков, Лидия Кайгородцева. Информационное агентство «Курган.ру». Группа «Солнечные дни в Кургане» совместно с симфоническими огурцами она провела совместный концерт произведений рок-группы «Кино». Подробности трибьют-шоу узнаем в сюжете у Екатерины Юшиной. В филармонии состоялся необычный концерт, который объединяет в себе симфоническую музыку и песни знаменитой рок-группы «Кино». В рамках шоу органично соединяется классическая музыка и неповторимые композиции «Кино». Вместе с симфоническим оркестром, который рождает синтез, да, какой-то такой синтез рождает, что остается другой совершенно. Тут могут прийти люди, которые любят симфоническую музыку, и те люди, которые нравятся группы «Кино». И каждый получит удовольствие. Специально для проекта были разработаны оригинальные аранжировки, над которыми работали лучшие специалисты из России и Белоруссии. Результат превзошел ожидания. В грандиозном шоу предстал новый переосмысленный взгляд на творчество великой группы. Зрители увидели не просто концерт, а по-настоящему высококлассное шоу. Зрители увидели не просто концерт, а по-настоящему высококлассное шоу. Зрители увидели не просто концерт, а по-настоящему высококлассное шоу. Зрители увидели не просто концерт, а по-настоящему высококлассное шоу. Я не знаю, как двигать эмоции, но меня все еще как бы… Но я в восторге. Замечательная работа, оркестр, все на высочайшем уровне. Я в шоке. Я получила кайф. Концерт очень понравился. Если не смотреть визуально, то отцов практически не отличить. Просто супер. Хорошо приняли. Народ добрый. Публика очень хорошая, активная. Отзыв все замечательный. Обязательно приедем. Обязательно. Екатерина Юшина, Дмитрий Тихонов, Александр Немков. Информационное агентство Курган.ру. Напоминаем, что самые свежие новости читайте на сайте Курган.ру. Все о паводке, уровень воды в реках и водохранилищах за Уралией и соседних областей в нашей рубрике «Паводок». Наш эфир продолжит программа «Твой стиль». Не переключайте экраны телевизора и после нее реклама и прогноз погоды – также важная информация. Будьте в курсе событий. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 28 апреля сцена Гранд Хауса подарит нам прекрасный подарок. Обо всем нам расскажет Стас Волосников. Стас Ресторан, клуб Гранд Хаус всегда радует наш город различными мероприятиями. И одно из самых популярных – это дискотеки 90-х, на которые сюда приезжают известные артисты. Кто – будущие гости? 28 апреля, все правильно, состоится вновь дискотека 90-х. Ну, а специальным гостем будет группа-комбинация с бокалисткой Светланой Кашиной. Мы услышим все лучшие хиты, которые любит, как и вся Россия, как и наш город. Это «Два кусочка колбаски», «Бухгалтер», «Я люблю военных красивых и здоровенных» и многие другие. А смогут ли поклонники так пообщаться со своим кумиром, сделать фотографию, взять автограф? Конечно же, все это можно будет сделать сразу же после выступления. Светлана Кашина и группа-комбинация выйдут на сцену в 21.00, 28 апреля, в ресторане-клубе Гранд Хаус. Теперь вам точно все известно. Рассказывал мне сказки, только я не верила тебе. Только сейчас экономия при покупке надежного кроссовера «Рено Каптюр» до 190 тысяч рублей. Автоцентр «Сатурн». Приглашаем посетить ежегодную выставку. Строительство, энергетика, ЖКХ, газификация. С 26 по 28 апреля. КВЦ, улица Гоголя, 30. Вход свободный. Курганская область славится настоящими продуктами. Спрашивайте в магазинах за уральское качество. Впервые в Кургане. Международная выставка «Восточная сказка». Лучшие товары из Индии, Непала, Тибета и Таиланда. С 14 по 23 апреля. Курганский художественный музей. До 30 апреля при заключении договора на монтаж системы отопления скидка 15%. И проект бесплатно. Инженерные системы. 26 26 02. Встречайте новый Телесемь. Читайте в новом номере журнала Телесемь. Зачем сняли еще одну Анну Каренину? Как заставить себя снова влюбиться в мужа? Больная тема. Делать или не делать прививки детям? Новый номер Телесемь в продаже со среды 19 апреля. Покупайте Телесемь в супермаркетах Метрополис, Магнит и в сети магазинов Лето. «Зауральский курьер» – единственное печатное издание в Зауралии с бесплатным распространением и самым большим тиражом 40 тысяч экземпляров. Еженедельно 80 профессиональных распространителей доставляют 40 тысяч экземпляров до конечного потребителя. Именно поэтому особенной любовью наша газета пользуется у самой большой аудитории Кургана – пенсионеров. Именно они составляют по социсследованиям основную целевую группу газеты. Именно они больше доверяют написанному на бумаге, чем электронным источникам. Именно по их просьбам мы печатаем удобную телепрограмму. У нас в штате есть профессиональные журналисты, которые напишут развернутую интересную статью на актуальную тему по рекламируемым товарам и услугам. Старшее поколение имеет стабильный доход и является самым многочисленным в нашем городе потребителем товаров для дома, семьи, сада-огорода, здоровья, финансовых продуктов. 13 тысяч экземпляров мы разносим в 312 офисов. Активные жители Кургана, желающие владеть деловой информацией, наша целевая аудитория номер 2. И главное для рекламодателя – самая низкая цена размещения в одном экземпляре. Итак, газета бесплатно доставляется в 27 тысяч почтовых ящиков и 312 офисов города Кургана. Телепрограмма на каждой странице заставляет людей хранить газету как минимум 10 дней. Газета приходит в среду. Активная ТВ-поддержка помогает газете быть в центре внимания горожан. Зауральский курьер. Живи полной жизнью. Они пришли. Скидки 50% на вторую пару. С 15 по 30 апреля в магазинах Курган Обувь. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Наталья Ичменева. Подумайте о качестве воды в паводковый период. Минеральная вода, свежесть, забота о вашем здоровье в каждой капле. Заказать воду можно по телефону 45 92 75 или на сайте тройной W.знапитки.ру. Они пришли. Скидки 50% на вторую пару с 15 по 30 апреля в сети магазинов Курган Обувь. Сделай шаг навстречу весне. Ждем вас в магазинах Рекер, Баден, Планета Обуви, Ивита, Калипса, Монро, Зенден, Лизет, Айдини, Ральф, Франческо Дони, Кедда, Витачи, Шускор, Тамарис. А теперь о прогнозе синоптиков. В четверг через Заурали пройдет теплый атмосферный фронт. В ночные часы небо закроют плотные облака, обрызнув небольшими осадками. А днем, когда регион окажется в теплом секторе циклона, осадки постепенно прекратятся. Облака поредеют, и воздух начнет интенсивно прогреваться. В Екатеринбурге плюс 7, плюс 9, в Тюмени плюс 5, плюс 7, возможно небольшой дождь. В Челябинске плюс 15, плюс 17 градусов. Преимущественно без осадков. В Кургане облачно-кратковременные осадки. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха плюс 2, плюс 4 градуса. Днем в Кургане переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 760 миллиметров ртутного столба. 20 апреля солнечная активность умеренная, а геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!